всем привет продолжаем знакомиться с художниками сегодня покажу вам работы русского живописца баталиста и жанриста польского происхождения александра осиповича орловского родился в небогатой шельхетской семьи княгиня изабыла черторийская случайно заметив будущем художники склонность к рисованию отдала его учение жившему варшаву живописцу норблену дело гурдену движимым патриотизмом и любовью к приключению орловский в 1794 году поступил на службу польское войско участвовал в нескольких битвах восстания костюшка и будучи ранен в одной из них вернулся варшаву я воспроизвожу википедию текст википедии варшаве стал вести беспорядочную жизнь даже пристал к труппе фокусник но норблен ценя его аристократические дарования старался отклонить от этих похождений и снова принял свой дом с той порой орловский посвятил себя всецело искусству который вскоре доставил ему некоторую известность среди варшавян год провел в литве переезжая с места на место изучая нрава местного дворянства и народный быт возвращение варшаву нашел покровителя в лице князя юзефа понятовского и вошел в моду польской аристократии в 1802 году приехал в санкт-петербург попал в милость к великому князю константину палычу был поселен при вод дворе и своими рисунками и карикатурами составил себе имя в обществе о жизни художника известно очень мало его относили к чудакам оригиналом говорят что именно поэтому и очень любил великий князь константин палыч брат император александра первого благодаря его покровительству художник не бествовал и был защищен от тех кто становился персонажами его карикатуры путешествовал по россии был в москве в новгороде кроме того путешествовал по франции италии германии в 1809 году за картину бивак казаков санкт-петербургская академия художеств присвоила звание академика 1819 году был причислен генеральному штабу для сочинения рисунков военных костюмов орловский талантливый бойки но не строгий рисовальщик умевший схватывать характерные черты изображаемых лиц и фигур и придавать им движение но впадавший при этом зачастую утрирование кроме картин масляными красками орловский произвел несчетное множество карандашных акварельных и рисунков первом рассеянных в альбомах особо царской фамилии и любителей искусства многие из этих произведений изображающих преимущество казаков башкир других садиков учащиеся тройки из сцены простонародной жизни были им самим литографированы кстати орловский упоминается в пойме пушкина руслана людмила бери свой быстрый карандаш рисуя орловский ночь и сечу вспоминал пушкина орловского также и в путешествие в арзу он писал у кибиток пасутся уродливые косматые кони знакомую вам по прекрасным рисункам орловского ну вот и все что мне удалось найти в википедии о русском живописце баталисте жанристи польского происхождения александре осиповича орловскому все всем пока всем привет смотрим картины пока пока и и и и и и и Продолжение следует...